Теперь девчонки снимают, как по новому Арбату ездят автомобили. Если честно, у меня это вызывает умиление, действительно. Смотрите, две красавицы какие. Они снимают автомобили, а я запечатлеваю этих двух прекрасных девушек на улице Клептоса. The Daily Star, The Sun, Mirror и Express. Четыре влиятельных британских издания выступили с информацией о том, что Путин, простите, я выразился, возможно, уже мертв. Также эти издания таблоиды, они ссылаются на всяких там неназванных высокопоставленных источников британской разведки. Ну, то есть, наводят тень на плетень. Однако, говорят вполне обоснованные вещи, такие как, что если оно уже испустило свой дух зловонный, прости господи меня, грешного, так нам, народу, людишкам и говорить ничего не будет. Почему? Да потому что так им выгоднее. Если оно уходит в мир иной, тогда вот у всей этой челяди, у приближенных, у тех, кто творил зло, прикрываясь его именем и этой вертикалью власти, они становятся совершенно и полностью беззащитными. И знаете что, друзья, интересно, что дошло до того, что министр иностранных дел Лавров был вынужден отчитываться о состоянии здоровья, простите, я сейчас выражусь, Владимира Путина, и он сказал, что здоровье у него все в порядке, не дождетесь. Ага, спасибо зарядке. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание видео подскажет вам, как поддержать мой труд, я в этом реально нуждаюсь. Не знаю, иногда разуверяюсь, и кажется мне, что все, что я делаю, никому не нужно, а потом оказывается, что все-таки нет, нужно. И нет никакого Путина, нет никакого Путина. Для меня его точно уже давно нет, он давно для меня умер. И знаете что, умер он для мира. И нет никакого Путина. Необходимо остановить это безумие, которое происходит сейчас в Украине. Украинская православная церковь уходит от России. И вот на Поместном соборе они приняли такое решение. И чтобы понять, вот с чем это связано, и что будет происходить дальше, насколько глубок этот раскол окажется, я обратился к Александру Павловичу Алексееву, замечательному человеку, создателю прекрасной часовни в детском парке, в окровавленном парке, напротив вот этого дома правительства РФ, Белого дома. Что ж, и добавлю, что, знаете, это божье дело останавливать войну. Богоугодное, доброе дело. Блаженные миротворцы, ибо их есть Царствие Небесное. А все, кто продолжает кричать, визжать и, как это сейчас принято говорить, топить за войну, посмотрите, ваши копытцы очень звенят. Послушайте, посмотрите на себя в зеркало. Это не нимбы, это у вас рога срослись. Очень замечательно они позируют, очень замечательно. Можно ли говорить очень и замечательно вместе? Наверное, нет. Но замечательно, милые девушки приехали в столицу, и вот так вот на Новом Арбате позируют. Сирень распускается с разной скоростью. Вот эти цветочки еще в тени. Посмотрите, какие у них ленивые, сонные лепесточки. А вот весь куст. Красота на солнышке. Александр Павлович, добрый день. Здравствуйте. Вот с таким вопросом решил обратиться к вам, тем более, что вы весьма компетентны в этом. Прошел поместный собор Украинской Православной Церкви, и в ходе этого поместного собора было решено провести, ну, как бы отказаться от РПЦ, от всего связанного с РПЦ. В то же время, как бы, никакой там, никаких суперрадикальных мер не было озвучено, но вот отказ такой пошел. Как мерзкая словечка деноцификация, так вот еще более мерзкая дерусификация, что ли, что-то вот такое, раздор. Что происходит? Ну, вообще, проблемы церкви, они уже, скажем, можно сказать, многовековые. Мы знаем, что, особенно, если мы говорим сейчас о Русской Православной Церкви, в 17 веке был раскол. Причем он был спровоцирован, в основном, опять же, с Западом. Начались исправления книг, и они, в общем-то, привели к чему? Мы знаем, что единый, вот этот соборный русский народ был разделен. Одних православных, да, которые верили тоже в Святую Троицу, настроили против других. И мы знаем, что там даже некоторых, ну, ярых, скажем, защитников вот той традиции старой, как Авваку, Боярина Морозова, они даже, в общем-то, казнили. И причем использовали верующего царя, который тоже верующим был тогда, да. Это очень такая коварная, хитрая была провокация, которая привела потом к тому, что многие сжигали себя, якобы, вот сейчас нам преподносит, да. На самом деле, большинство, конечно, были сожжены именно вот этими преследователями, гонителями. А гонителями, опять же, я говорю, были именно люди, которые тоже считали себя верующими. Ну, в Святую Троицу символ веры был один. А что там было не так? А вот те старообрядцы, которые привыкли, ну, определенным образом наносить, ну, двуперстиям, да, креститься там, какие-то тексты, которые тоже, они там веками хранили, эти книги там, вот. Символ веры немножко был поменен, тоже подкорректирован условно. А подкорректировка была по новым, по средним изданиям с Византии, которые книги сюда с Запада привезли, и хотели вот эти старые привезти в соответствии с ними. И вот я говорю, сейчас история опять повторяется. Мы, казалось бы, в одной купеле, получившие крещение, да, нам все-таки принесла эту веру в Святую Троицу равнопосленно княгине Ольга. Мы, все наследники, и те, которые сейчас на территории Украины, и те, которые, скажем, с одной стороны окоп, и с нашей стороны, мы, утратив дух любви, дух соборности, вот с того уровня, который предусматривал как бы общую платформу духовную для всех, то, что Христос говорит, любите друг друга, да, и как хотите вы относиться, чтобы люди относились к вам, так относитесь ко всем. Это золотое правило. Оно стало даже немного светским, можно сказать, мирским. Так вот, основополагающие цели, смыслы, высшая цель вообще – единение с Богом. Церковь вообще во все века учит, что высший смысл человеческой земной жизни заключается, значит, в возвращении, скажем, вот этого единства, вот нашей души, да, с Богом. Это как раз Троица, вот то, что видите, здесь вот наверху, вот Троица Андрея Рублева. Почему? Потому что каждый человек сотворен по образу Святой Троицы. И поэтому многим сейчас даже не говорят, вот что это, в принципе, именно вот как раз первообраз, ну, как бы модель, сказали бы, да, образ, по которому мы сотворены по образу Божию. Вот. Господь нас сотворил, а не по образу обезьяны. Так вот, возвращаемся к главному, да. Мы сейчас имеем заявление украинского вот этого собора поместного, что они хотят быть независимыми. Этот вопрос стоял в 91-м году. И нужно было, на мой взгляд, еще тогда им просто разрешить, этому поместному собору, чтобы они избрали своего главу, чтобы там появился 16-й Патриарх. От этого ничего не было бы такого, которого могло привести, да, привести к вражде и к войне. А то, что это вовремя вопрос не был решен, и в соответствии с политическими изменениями, как бы, в мире это все, как бы, и не состыковывалось, люди, которые, церковь, вот на сегодня, да, я считаю, прежде всего это вина первоирархов, они не хотели вот эти тысячи приходов, которые на Украине терять, которые давали, естественно, эти деньги текли в Москву. Доход, то есть речь идет не о Боге, а о доходе. Да, структура, которая получала прибыль, она и сдерживала, сдерживала, и устраивала вот это торможение. Для нас, верующих, да, главное, вот именно в соответствии с символом веры, что церковь, она вселенская, единая должна быть, соборная, апостольская. Когда церковь превращается в украинская, белорусская, или грузинская, там, или еще какой-то, да, то есть духовную вот эту вот природу теряет и становится какой-то национальной, то это уже возможность для конфликтов по национальному признаку. Вот сейчас вот, я говорю, политические изменения произошли, Советский Союз распался, там своя, как говорится, уже Рада, если взять Киев, да, свое правительство, свой президент, в соответствии с этим. Отдельное государство. Отдельное государство, да. Это как вот новая семья образовалась, так не надо туда в чужую семью везти. Пусть они сами разбираются, да. Это уже чужая, да. Проблемы, радости, не надо, как говорят, третье лишнее, не надо туда вообще как бы влазить в эти дела. А тем более это государство, которое состоит из миллионов людей. И поэтому любое вмешательство, да, оно рано или поздно приводит к вражде. Оно приводит к войне. Вот сейчас то, что мы видим, братоубийственное. Кому это выгодно? Выгодно тем носителям, да, которые поклоняются золотому тельцу. Хозяева денег, они, естественно, радуются, что славяне уничтожают друг друга. Что православные христиане дошли до такого варварства, что они взяли оружие и ракетами, даже, мы знаем, тысячи сейчас погибли, как говорится, там, не только военных, но и мирных жителей, да. Страдают дети, страдают там старики. Казалось бы, а стоило ли вообще эту спецоперацию начинать? Когда у нас в России очень много проблем. Я считаю, что это нарушение. И вот если посмотреть, буквально там две строчки, я зачитаю. Я в свое время помогал вот как раз главному редактору газеты Никулина, да, газета «Слово». А главное здесь заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И еще тут написано «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари». Вот это, вот это. Это задача на все времена, на все века, которые сам Христос нам дал. И вот если бы церковь занималась вот этим, а не занималась бы сейчас, как говорится, там, строительством каких-то военных особенных храмов, там, вооруженных сил, да, непонятно с какими там символиками, вот, мы избежали бы. Так вот, здесь то, что я нашел этот документ, он был написан в Киеве еще в 1901 году в царствовании еще Николая II, святого нашего царя, да, «Живите, православные христиане, между собой в мире и согласии. Счастлив тот дом, где пребывает мир, где брат любит брата, родители опекутся о детях, дети почитают родителей и живут в согласии муж с женой, там благословение Божие, там похвала от людей, там благополучие, там радость и веселье, там земное блаженство. А напротив, где преобладает ненависть и происходит вражда между братьями, несогласие между детьми и родителями, ссора между мужем и женой, там гнев от Бога, осуждение от людей, там смятение, там гибель, там мука земная. Идя же зависть и рвение, там не строение, там настроение и всякая зловещь, сказано у апостола Якова, глава третья. Там нищета, там всегдашний убыток, там крайние разорения, вот то, что мы видим сейчас, особенно на Украине. Ибо несогласие, не только мелкие домы, дома, значит, но и целью, целые города истребляются. Истребляют. Вот как сейчас в Мариуполе истребили там, вот, разрушили целый город. И, по сути дела, очень много людей вынуждены скитаться сейчас. Это зло. И не надо, как говорится, быть каким-то мудрецом, чтобы этого не понимать, что это не понимает в Кремле или не понимает в Киеве. Это все понимает. Так вот, сам Господь наш Иисус Христос решительно сказал, вся град или дом, разделивайся. То есть, разделившийся, да, сам в себе, не устоит. И где нет мира, там нет никакого добра. Когда нет между нами мира, то нет нам здесь, в ковчеге спасения, в церкви Христовой, места. Потому что она именуется единомыслием и согласием. А главное, нет нам места и в Царстве Божием. То есть, все те люди, которые сейчас участвуют вот в этой бойне, да, вот здесь вот, я не от себя говорю, это написано было еще при царе. Вот здесь по учению церкви и святого апостола Иоанна, он говорит, что все те люди, которые со своими единоверцами ведут брань, убивают таких же православных, да, которые крещены во Святую Троицу. Так вот, нам места в Царстве Божием нет. Потому что это место, да, в раю только для, это для миролюбивых. Только миротворцы наследуют согласно заповедям блаженства. А вот злобствующие, жаждущие завистники, ненавистники не входят в горний Иерусалим, как пишет в апокалипсии апостол Иоанн. И последнее. Вне они Церкви Христовой и Царствия Божьей, в огне вечной муки, там, где царствует вечно ненависть, где муча мои души враждуют ненавистью вечно между собой. О, какое страшное от Церкви и от Царствия Божьей отлучение! О, кой страшнейшая мука не имеющему мира христианину! И Серафим Саровский говорит, что главное наше вот, и это, возможно, каждому только решимость нужна. Он говорил так, стяжи, дух мирен, да, и вокруг тебя спасутся тысячи. Потому что мы не должны бороться со злом, а мы должны именно сотворением добра умножать это добро и любовь между собой. Только добро и любовь может победить. А то, что мы силой оружия пытаемся, значит, какие-то свои там интересы, вот как многие сейчас решить какие-то проблемы, да, это приведет только к большему, во много крат даже, большему злу и будут погибать в сотни раз больше еще людей. И поэтому я призываю вот все, которые увидят этот ролик, Захар, вот благодаря вас, да, что вы пришли, вот время посвятили этому, да, и наша обязанность говорить вот эту правду, особенно сейчас не молчать. Потому что вот в свое время я буквально сейчас за одну минуту главное скажу, что если бы вот эту духовную заповедь, пятую, Николай II, послушав отца, который уже на смертном адре, ему наказ оставил, вот, в этом наказе как раз он говорит, я завещаю тебе любить все, что служит ко благу, честь и достоинство России, ты несешь ответственность за судьбу твоих подданных перед престолом Всевышнего, будь тверд и мужествен, в политике внешне держись независимой позиции. И поэтому понятно, любой народ, он хочет независимости, и это нужно уважать, право каждого. И каждый человек, каждая личность хочет быть свободной. Это тоже согласно вот божественному духу, да, если Бог каждому человеку не просто образ свой дал, да, а еще и свободную волю, вот это подобие наше с Богом, что мы в конечном итоге любое доброе дело ну, как бы выбираем или что-то против своей совести сделать, но потом ответственность, потом какие-то, как говорится, получаем за это вот скорби или еще что-то. Так вот, он говорил, избегай войн. Если бы вот он вот этот наказ выполнил, да, пятую заповедь чти отца и мать, у нас не погибло в Первой мировой 10 миллионов, это официальная статистика, 10 миллионов наших лучших сынов, которые могли бы, как вот Менделеев говорил, дать, вот, особенно, уже даже 50 лет назад нас уже должно было быть около 300 миллионов, а они там остались в окопах. Да, под землей. И когда на коленях умоляли там люди из окружения царя Николая Второго, чтобы он не объемлял мобилизацию, чтобы не воевал, тем более, что и Александр Третий предупредил, что это будет катастрофа. И он практически вот нарушив, казалось бы, духовную там заповедь, ну что там сейчас вот молодежи, скажи там цена этой пятой заповеди, а цена очень велика. Помимо 10 миллионов убитых, искалеченных, там 30 миллионов вернулись без рук, без ног. Россия экономически, которая была сильна к 13-му году, превратилась полностью в экономическом плане разрушенной. Что женщины вместо лошадей как говорится пахали землю, и они не могли семьи, в которых по 10-15 детей, они остались сиротами, многие, да, а многие не могли даже прокормить себя. В итоге это сыграло на руку врагам, которые потом совершили вот этот переворот, заставили царя отречься, вот, дальше мы получили гражданскую войну, и в итоге, вот сейчас многие приходят, эксперты, историки, там, что мы потеряли в итоге нарушение вот этой первой заповеди, да, 100 миллионов человек, погибших, которые, как говорится, и не родившихся, да, 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 Александр Павлович, давайте поблагодарим добрых людей, которые помогают, которые помогли часовенке, вот, в ремонте, и мы сейчас вот совершенно в других уже условиях с Захаром, вот, и Захар удивился, что и внутри часовенки, и снаружи мы фасад покрасили, поэтому огромная благодарность, низкий вам всем поклон, дорогие подписчики, зрители, вот, мы молимся, продолжаем молиться в часовне за восстановление соборности, чтобы Господь нас благословил своим миром, чтобы мы вместе с вами вымолили возможность возродить Святую Русь, чтобы мы жили, чтобы быстрее это прекратилось междоусобная брань, потому что если даже вот во времена первых наших как бы святых Бориса и Глеба Акнотства, вот, посмотрите, что там было, да, то междоусобная брань всегда ведет к внешней агрессии, если в то время татары-моголы были, то сейчас никуда вот эта опасность внешняя, особенно со стороны Китая или Турции, никуда не делась, тем более, что сейчас НАТО провоцирует и Польшу вмешаться, только чудом Божиим, вот, сейчас если мы будем соборно молиться, чудом Божиим мы по краю пропасти можем еще пройти как бы и сохранить и свою независимость, и государственность, и поэтому дай Бог, чтобы мы все-таки смогли, пройдя вот эти суровые испытания, и нам нужно всем понять, что мы не должны от кого-то ждать, да, от каких-то земных там владык, хоть духовных, хоть там светских, а мы, Господь ждет покаяние каждого из нас, и если мы соборно будем молиться за восстановление единства и помощь всегда с упованием будем просить именно от Святой Троицы, то в нашем Отечестве воцарится мир, вот, я прошу всех молиться и поддерживать особенно друг друга, потому что наше спасение именно вот православных, это во взаимовой ручке, во взаимодействии и взаимопомощи, еще раз благодарю всех, спасибо за свою балу, а еще, вот кроме шуток, у меня из головы не идет воспоминания о Олимпиаде недавней в Китае, в Пекине, когда Си Цзиньпинь, глава коммунистической партии Китая, не подал руки грацуну на потайных каблучках, можно подумать, что он просто презирает его за всю коррупцию, за всю гнусь, а можно предположить, что глава коммунистов Китая артистам руки не жмет, м? М? М?